У нас начинается первая игра Na'Vi против Power Rangers. Это Tech Labs. Для вас сегодня комментируют Hiring и Mobster. Привет, Антон. Привет, Денис. У нас начинается стадия пиков и банов. Как мы видим, Na'Vi пикает, ну и, соответственно, выбирает первыми все. Убрали ландруиды, убрали ласт силера. В ответку сразу же банится Chen. И ждем, что еще будет. Chen и наверняка будет, скорее всего, мне кажется, Батрайдер. Ну, это не с пустого места так взято. Батрайдера давать Фаннику не рекомендуется. Итак, вот Чеширский код, как ты говорил. Вот попробуй прочти этот ник. Как-то не странно, но это не оказался Батрайдер. Я думаю, Батрайдер сейчас в автомате окажется у нас в пике у команды Na'Vi. Если, конечно, этого захочет Капитан. Упей. А почему бы нет? Почему бы нет? О, куда его девать? В конце концов, у нас в пике остался еще Висп, есть также Котел, есть Никс Эсасин, есть где размахнуться. Все-таки Папе предпочитают взять себе сразу же Виспа. Ух ты, ух ты, ух ты. Это означает, что игра будет агрессивной. Да-да-да. То есть Na'Vi настроены выиграть ее достаточно быстро. Причем, скорее всего, с море крови. Море гангов будет, там и кровь само собой будет. Будет обеспечено. Итак, ну что, два пика по Рейнджерс. Кто там может оказаться? Ну, наверняка там может оказаться Котел в качестве саппорта и что-то вроде Керри. Может быть, даже Гирокоптер. Если они захотят его брать сейчас на ранней саде, потому что потом иначе никак. Учитывая, что у Na'Vi уже есть Висп, надо как-то, не знаю, ну, уже вряд ли убережешь тем самым. Да, Гирокоптер есть и Батрайдер. Ну, не забанили, так забрали. Кто фанику отдавать? Такую прелесть. Мы сами на нем играть сумеем. Сейчас было бы прикольно увидеть, чтобы папе взял фанику, например, например, Лондруида. Ой, господи, Фуриона. Я хотел сказать Фуриона, сказал Лондруида, посмотрев на эту иконку. Ты представляешь, одновременно в одну точку будут прилетать одновременно три героя. А если бы они еще и Никса взяли, который сами... Найкса, который сами забанили, то могло прилететь в одну точку, а одновременно четыре героя. Было бы просто очень жестко. Мы уже видели это в действии. Да. Так что мы знаем, каково это. Это больно. Ну и, несмотря на что, Na'Vi у нас идут по старой доброй тропинке. Хаоск Найт и Висп. Убивает все, что видит. И Сларк. Это не 100% Ливен Рейт, о чем писали сейчас в Твиттере. Помнишь? Да, да, да. Но Сларк это, конечно, жестко. Мне вот только интересно, кто на нем играть будет. Неужели Денги? Ну, забрали. Ты помнишь эту замечательную игру от Габлака, когда он играл Триант Протектором? Судя по всему, Power Rangers тоже ее видели, берут себе. Я тебе больше скажу. Такая игра была вчера, и Габлак снова же был на Трент Протекторе. Да? Да. Ну, мы тоже вот ночью, по-моему, когда играли, я взял Трианта. Очень прикольный чар. Ну, и Габлак, конечно, показал, как можно сейвить своих тиммейтов. Сколько там сейвов сделано? Штук семь, да? По-моему, там их соперники... Ну, да. И в вчерашней игре также было восемь киллов на двадцать пятой минуте с каждой стороной. То бишь, счет был 4-4. И все из-за того, что был Трент. Да, там просто невероятная ситуация. Габлак умудрялся засевить союзника. Это было очень круто. Вторая стадия банов. Ждем по три бана с каждой стороны. Кто чего не хочет видеть. Ну, Нави, соответственно, не захотят видеть. Ну, кого? В принципе, смотри, батрайдер у нас пойдет наверняка. Мид? Скорее всего. Следовательно, герокоптер керри, Трент протектор у нас... Где? Ну, в трипле наверняка, кажется. Спрашивают, где Вилат? К сожалению, я не знаю, где Вилат. У меня... Зачем мы тебе этот вопрос спрашивать? Датчика Вилата-детектора нет. Да. Так что простите. Итак, ну, задумались над баном. Может быть, это казаться там абсолютно какие-то либо шадоу-демоны. Вполне себе. Неплохо бы сюда подходили. Или бейны. Ну, да, понятное дело, что нужно сейчас дизеблющие саппорты. Так что, я думаю, шадоу-демон тоже у него попадет, в этот бан. Спрашивают, можно ли будет посмотреть эту игру в клиенте? Я, честно говоря, не уверен. Наверное, да? С следующим баном-то что? На самом деле, иногда мы видим герокоптер в качестве, ну, не как керри, а как полу-саппорта. Ну, знаешь, такое, керри на долгую перспективе, если игра затянется. Да-да-да, если игра затянется, может пофармить. Так что, не знаю, будет ли выбор другой. Пауэррэнджер сейчас кого-то взять. Висадж в бане. Лишрак тоже. И Дерексир. Ну, такую прелесть решили. Ну, только непонятно, почему Висаджа сейчас забанили. Хотелось бы, конечно, услышать мысли Папи по этому поводу. Так, вот о чем ты говорил, да? Шадоу Демон тоже отправляется в бан. Да, Шадоу Демон в бан. Все эти саппорты, они сюда просто, на самом деле, ну, как сказать, не нужны для команды Na'Vi, потому что проблем они составят много. Особенно Шадоу Демон, который может полностью разорвать все планы Виспа вместе с Шеллс Найтом. Понятное дело. Я не уверен, что это у него получится. Он не может же так быстро перемещаться по карте. Да, но, конечно, добавить можно. Ну, если на лайк ставить будет, он портится по голове, все равно будет. Это да. И ганг любой оборвать, конечно же, пускай даже чуть время потянуть, он сумеет. Это да. А так надо, чтобы все вышло как по маслу. Конечно же, конечно. Когда ты хочешь прилететь, ты хочешь сразу же заработать киллз и улететь назад на свою линию, не терять фарм. В этом, конечно, большая польза от Виспа. Так, бандоны закончились, котла забрали, вернее, убрали Пауэррэнджерс и тут же на ней хватает Рубика. Это же знает, кто на нем будет играть. Да, давайте его переименуем вообще. Попросим Бауф переименовать Рубика в Куроке. Так будет, наверное, более справедливо к этому персонажу. Остается только герой для Фаника. Хотя, подождите, Фаник, наверное, на Виспе как раз и будет. Если Дэнди тогда будет играть на Сларке. Ну, посмотрим, посмотрим. И остается для Пупе. Кто и кто. Кто-то может быть. Ну, далеко уже не Чен, конечно, чего очень жаль. А так, выбор есть всегда. Это может даже оказаться, кстати говоря, Элина. Может быть, все-таки Папе будет на Виспе. Посмотрим, как они возьмут. Пауэрэнджерс берут себе Клакверка. И им остается еще один саппорт. Так, последние пики. Можно ли вопрос не по теме? Очень важно. Ну, то, что ты спросил только, что это уже не по теме. Так что задавай. Не стесняйся. Лимит исчерпан. Ты уже... Потому что времени немного остается. Я уже... Мне не терпится начать игру сейчас. Хотя я сам не играю, я за ней только наблюдаю, но все равно. На самом деле, пики внушают. Ну, не часто мы такое видим, когда и тренд протектор имеется. И когда полностью имеется вязочка Висп плюс Хаус Кнайд. Да еще и Сларка туда. Ну, теперь все. Да, значит, все-таки Фаник на Профете будет. Тут писали о том, что Фаник будет играть на Сларке. Ну, мне кажется, все-таки на Профетике. Конечно, как Папе скажет, так и будет, так героев и разберут. Но мне кажется, именно вот так будет. Папе, Хвост, Дэнди, Куроки и Фаник. Последний герой для Power Rangers. Игра начинается у нас сразу же после этого. Это будет второй саппорт в триплу, я так понимаю. Да. Пишет он о том, что пик у Na'Vi гораздо жестче. Ну, пожалуй, да. Однако, недооценивать пик Power Rangers пока что тоже не стал. Он очень агрессивный пик. Посмотрим на Хаус Кнайд, Свиспом, на Сларка, на Рубика. Все это агрессивное. На что же рассчитывать Power Rangers? Герокоптер, который фармит Батрайдер, который может сцепить. И Тренд Протектор, который будет, если что, сейвить. Так еще Клокер, не забывай, на Хукшоке тоже может вырваться. Так что у нас достаточно агрессивная и с другой стороны. Но не сразу, скажем так. Ну, подождите, подождите. Все-таки там тоже достаточно агрессивно. Тоже можно будет вырваться. Там Батрайдер накручивает на Файрфлайе круги, цепляет одну жертву. Клокер помогает с легкостью. Ну и Тренд Протектор, который будет сейвить. Не забывай про мобильность пика у Na'Vi. Виск Клаус Кнайт, и туда добавляем еще и фаника. Да, три героя в одну точку. Пеум. Здравствуйте, не ждали. Так что игра будет, скорее всего, с неверимым количеством фрагов. Я не думаю, что кто-то там будет осторожностью, тем более Na'Vi. Конечно, предсказать пока, что это все тяжело. Но я бы поставил на то, что у нас каждую минуту будет хотя бы по одному фрагу. Джекиру добирается, я Пауэррэнджерс. Ну, соответственно, неплохой саппорт в триплу. Да. Есть чему порадоваться. Да, тем более, знаешь, когда кого-то там в когах закроют, как классно будет там гореть моя крапира. Ну и, соответственно, что мы из этого видим, хорошего или плохого, пока не ясно. Но не стали особо долго ждать сейчас Пауэррэнджерс, того, как Na'Vi пока будут там стоять, крутиться. Сюда уже, в принципе, не знаю, герокоптер, наверное, подоспеет еще. А вот большая часть команды уже выступает сейчас и, возможно, пойдут буль-буль-буль и встретятся в лесу, если Na'Vi пойдут туда же. О, я бы очень хотел. Мне всегда нравится, когда команды не стесняются подраться на первых секундах. Да, конечно, для команды это сложно, но зато какое шоу для нас. Хвост, веточку продал. Смоук ганг. Итак. Они смоки пошли? Красавцы, смелые. Отлично, отлично. Ну, как сказать смелые? Увидеть врага лицо в лицо еще до того, как игра начнется, это реально надо иметь смелость. Хотя... Ну, смотри, 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 что... Неужели нас удивить, удивить, хотя... Не-не-не-не, ну, кем они будут его добивать? Тем более там... А мы убивать его некем. Ну, Клопа. Да ладно. Тону. Раз, еще стан получил, сразу держи, минус по блоку. Что они делают? Пеньками, ладно, пеньок дошел, что сейчас происходит? 30 секунд до бороться. Ладно, я тут дальше уже идут. Да, посмотри, там уже есть хвост, там есть куроки. Так что Клоперку рекомендовал, чтобы быстренько покинуть данную территорию, иначе будет бобо. Затан ему надерут очень быстро. Окей, все разбегаются по линиям, подлечили Клокверка. Не повезло ему, конечно, что сразу с первого удара застанил. Большой и страшный Рошан. Ну, с Рошаном поговорят чуть попозже. Ему объяснят, что он был неправ. Дабл дамедж. Опа. Берет, бей. Сейчас. Возможно, кто-то заберет дабл дамедж, продолжит. Ну, рейнджевый, рейнджевый должен брать. Конечно. Нет, подожди, герокоптер возвращается на линию, то есть брать его не будет, а ставят для мидера. Я думаю, лучше взять. Хотя остается здесь почему-то Триан Протектор. Мне кажется, всегда, если берет саппорт на первых секундах дабл дамедж, лучше бы он брал его рейнджевым. Хотя, конечно, у Триан-то очень много дамаги. Ну и смотри, насчет Санлайта. Он у нас стоит в хардлайне. Против Триплы. Может оказаться до Хукшотта, до Хукшота будет слишком далеко. Особенно, когда Хвост купеем настолько вот агрессивно, что ему просто подойти не дадут. При этом Фанник у нас начинает фармить леса, то есть Трипла сверху остается в безопасности, без какой-либо агрессии. И герокоптер фармит свободно. А здесь, здесь Клокверку, скорее всего, очень сильно не повезет. Пока что Кроки у нас делает отводы. Без всяких там долбоспаун, он просто сразу же отвод с первых секунд. Потом он, конечно, может переместиться на линию, и можно будет зацепить Клокверка. Хвост пока что не выбирал себе скиллочек, не взял ни стана, ни реалити рифт. Посмотрим, посмотрим, что он возьмет. Денти остается в центре против Бэтрайдера. Да, это, конечно, не просто на первых секунд. Ну, конечно, да, не просто придется, но, видишь, сразу. Ну, в принципе, пакетом он может стаки эти, сбрасывать себя. Так, конечно, с самого начала купил себе Magic Stick. Там накидывается нон-стопом, конечно же, напалом, а он просто-напросто набирает заряды и тем самым лечится. Ну, пока, знаешь, что из-за этой ситуации сказать, что кто где будет драться. Мне кажется, вот в случае, если Sunlight допустит ошибку, которая сейчас может совсем скоро произойти, особенно прямо сейчас, Кроки заходит сзади. Рифт! Ну и Коги ставится, и это Фёсблат. Никуда ты уже не денешься, товарищ, никуда. Да, сюда еще и Фаник прилетел, это уж точно никуда не денешься. Но зато посмотри, что в центре у нас происходит. Бежит Ослик от Нави, тут уже спрятался ТХД, выходит и... Это минус сапог. Ну, ладно, его можно будет забрать, но только через 3 минуты. Серьезная задержка под сапожку. И плюс еще, конечно, Power Range заробирает довольно-таки много денег. Не заградили вовремя? Вот, получите, распишитесь. Клокер, решили цепануть еще раз, притягиваю. Опять еще один рифт. Застанели. Встан. Опа, Кроки, назад, говорит, он ему. И дальше-то что? Еще молодец, Стрэнд Протектор, но это его уже не спасет. И даже Коги... Ну, это уж слишком, не знаю. Это слишком хорошо сейчас для команды Навика. Дэнди в центре, ты посмотри, что творит. И сюда ТХД, заходит в инвизия и просто сдувает. Вот это ответ. Да. Задуть Дэнди? Неплохо. Ну, вы даете. И помнишь, я говорил о том, что ожидается где-то 1 фраг в минуту? У нас уже 3 фрага за 2 минуты, так что темп, в принципе, пар не держит. Дэнди возвращается на линию. Клокер, я думаю, должен был сейчас куда-то уйти. Я не знаю, где он может еще получать экспиренс в этой игре. Но он возвращается на линию. Здесь, при поддержке пеньков, Фанника падает, вышка. На 2 минуты 50 секунд. Как быстро. И снова не цепляет. Опять Санлайта просто наказывает. Здесь же Робик Телекинезис. Ну, как от этого уйти? 3 секунды. Да никак. 3 секунды уже никак не уйти. Вопрос только, зачем сюда Клокер постоянно возвращается? Знаешь, мне кажется, он сидит там уже грустенький такой, плачет. Говорит, ну, меня там убивают. И капитан говорит, иди. Иди, делай свою миссию. Ну, он и делает. Приносит третий фраг. Команды Нави. Давай посмотрим графики. График у нас расколбасила, а не кисла. Тем не менее, польза, пока что, как мы видим, по деньгам в плюс у Нави. Икспа пока что в ноль. Это не страшно. Сейчас пытается сбрить вторую вышечку Нави. И делает это буквально за 4 минуты игры. Что очень круто. При этом, что трипла, который находится параллельно у Power Rangers, особо мало чем отличается. Крипстату Герокоптера 25 пока что. Ну, это да, это неплохо, с одной стороны, учитывая, что также у нас... Санлайт, санлайт, еще раз хвоста, возборозили. Хвоста задули, надо давать совсем чуть-чуть, не хватает. О, боже, это замечательно. Да, неплохо наказали хвоста, но он там от башенки просто получал очень много. Санлайт, так же можно сейчас получить пупей здесь к уроке, мог зацепить. Идер сейчас у нас тут, ракеткой. Ну, отхиливает, конечно, старается тренд протектор и делает это замечательно вообще. Эта штука, ревенкармор, просто обожай ее. Хвост перемещается на топ. Прикупил себе уже ПТ. Ждем, когда возродится курица, осталось 39 секунд. Фаник, тырит... Успевает забрать руну, не отдает ее бэтрайдеру. Вот чего он прилетает на место. Так, уроки отбегает назад. Кстати, у уроки уже есть аркан-бутцы. Посмотри, вот что значит быстро забрать... ...две вышки. Вроде как саппорт, вроде как особо фарма у него быть не может. На четвертую минуту уже есть арканы. Это жесть. Так, в центре поставили центре вард. Я думаю, Дэнди это прекрасно видел. И он знает, что если что его засветит. Прикупил себе еще баночку, купил себе рецепт на Magic Wand. Ну, три секунды. Две, одна сейчас возродит с курицей, конечно же, полетит в центр. Хвост. Ждет, когда притянутся его саппорты. Он сейчас стоит один против триплей. Не совсем, мне кажется, это стандартная ситуация, когда Хвост... Запускает, к нему ракетку. Хвост здесь так же. Семечка пошла, Moonlight, надо дальше идти. Но нет, Хвост уже отбежал слишком далеко. Уже по Тауру идти не имеет смысла. Где же саппорты? Почему это до сих пор нет? Куроки остается против Клокверка. Ну, наконец-то Sunlight может перевести дыхание. Сказать, все, теперь я более-менее постою. Однако у него левел, по-моему, меньше. Нет, такой же. Четвертый-четвертый. Чуть больше экспириенса. Обгоняет он потихонечку в куроке. Однако, драться с куроке не рекомендуется. В любом момент туда может прилететь фаник. Я уж не говорю, конечно же, про виспа. Виспа с Хаоскнайтом. Так, покажу я вам немножко статистику, что у нас кто накупил. Как мы видим, сапожки уже есть практически у всех. ТХД пока что только без сапогов. Очень много банджикватных банджи-стиков у команды Power Rangers. У Нави, только у Дэнди. Ну, понятное дело, что он стоит против Бэтрайдера. Почему бы не купить? О, хороший прыжок. Дэнди налетает, цепляет Бэтрайдера. Ну, проблем мог сказаться как у того, так и у другого. Ну, вроде как все откорется сейчас пока что мирным путем. Куроке подходит, успевает зацепить его Бэтрайдеру. Ходит обратно, цепляет здесь также. Чуширстый кот или как его там. И задувает. Ой, как не задувает. Все-таки Дэнди вылетает оттуда и вовремя это делает. Да, потому что тут стояло три героя еще дополнительные, которые хотели же сразу же отомстить за союзника. Но Дэнди выживает. Более того, у него еще куча зарядов осталась в бутылочке. Сейчас отопьется. И продолжит фармить. Хотя, подожди, он перемещается на топ. Здесь Фаник. И здесь, конечно же, Геррокоптер. Дэнди. Нет, Дэнди пока что передумал. Возвращается назад на линию. Не стал сражаться. Может быть и правильно. Хос. Купил себе еще браслера. Наверняка это будут барабаны. Кроки. Бега пока что расставляет в артике. Заодно еще маны заливает. Пользуя Дэнди. У Фаника скопилось уже практически две тысячи голды. Богатый Фаник. Преимущество у Нави где-то три тысячи по деньгам пока что. И около двух тысяч по экспиренции. Что-то нарисовал страшное Дэнди. И сказал, что вот там очень много народу. Что там вся команда Power Rangers. В принципе, он прав. Действительно. На линии стоит Геррокоптер. Здесь в лесах бегает одновременно Триант. Здесь же Джекиру. И также еще и Бэтрайдер. Фаник прикупил себе Хэнду в Мидос. Вот для чего он копил так долго деньги. Дэнди пошел в чужой лес. Или это ловушка для Бэтрайдера? Может быть. Смотри, и Кроки здесь же. Не забываем о том, что Папи уже может возить хвоста по всей карте. Но пока что этим не занял. Так, Дэнди маякует. Давай, 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 нападаем. Нападаем на вот эту вот летучую мышь. Нет. Ну, в данном случае ее будет тяжело оттуда высыпить. Вот, а куда они направляются, так это на бот. Хотя, что там у нас кого ловить? Санлай там находится. Но он уже фактически то там, то не там. Сейчас, может быть, он действует немного аккуратнее. Потому что его уже, скажем так, ну, проучее. Дэнди просто забрал себе руну Регена еще. Будущим пригодится. Дмит у нас приходит Бэтрайдер. Здесь же Санлайд. И... Ну что, Дэнди будет идти дальше, либо Бэтрайдер будет его выцеплять? Знаешь... Санлайд там уже, ну, правда, без хукшота, но зато он у нас максит ракетки. Я бы не рекомендовал. Потому что, смотри, у нас уже прилетают сюда два героя, сейчас будет прилететь еще третий. Отлично, Ариф. Да, в общем, быстренько убивает у нас Бэтрайдера. Санлайд пытается что-то сделать. Ой, как хорошо влетает кулдаун. Минус один герой. Минус второй герой для Нави. Третьего не теряет еще и хвоста. Бэтрайдер причем выкупился. Четырех убивает Пауэрэнджер. Делает это очень быстро. И в живых остается пока что только Дэнди. Вот это да. А Нави, это рассыпались. Сразу же Пауэрэнджер пытается пропушить центр. Мы рассыпались сложно. Ну, первый бой, по крайней мере, массированный бой. Команда в команду, они проиграли. Так, зацепляет, успевает. Ну и что ж, Бэтрайдер, надо выходить. Коги обратно цепляет. И рифт еще, хвост добавляет сюда. В жару. Ливинг Армор на Санлайнте. Туда влетает стан. Пока еще так. Снова же Коги, Курроки. Здесь бочка отбрасывает всех. Старается врываться. Также Чуширский Кот оказывается в спрутах. Вовремя его хвост вместе с купеем. Поймали, старается. Решил все-таки поставить их в корни. И здесь же, что дальше надо делать? Конечно, преимущество Нави сейчас непредсказуемое. Также старается сбывать счет Жакира. Приходит сюда еще и Монлайт. И теперь они их гонят. Гонят, гонят, гонят. Команда Нави, да. Отступает команда Нави. Разменялись они один в один. Причем разменяли... Хаус Кнайтер какой-то Триент Протектора. Очень долго он там пытался поставить свою ульту. В конечном итоге поставил. Хотя мне в какой-то момент показалось, что никто Нави бить не собирается. Он возвращается... Монлайт возвращается на фарм. Прикупил себе Огр Клаб. Есть у него еще полторы тысячи. Да, уже 1600. Можно купить еще Мехилд Хаммер. Да, Триент все-таки сказался. Не так сильно, как мог бы. Мне кажется, он лучше мог бы накидывать свой Ливинг Армор. Но в конце концов. Счет 7-6. Пользу Пауэр Рейнджерс. Смотрим графики. Пока что по деньгам Нави все-таки выигрывает. Не забываем, что они его очень быстро забрали две вышки. И еще и Фрестблат оформили. Также выигрывает немножко по экспириенсу. Но если такие тимфайты будут продолжаться, боюсь, боюсь, их ждет печальная новость. Так, Фос возвращается на фарм. Еще 500 копеек ему нужно на... Барабаны. Ух, сюда прилетает. В центр прилетает. Гирокоптеры, они все в пятером тут. Да, еще вот так квадратно хорошенечко. Это было бы просто замечательно. Несмотря на то, что у Нави имеется сейчас преимущество небольшое. Еще пару таких встреч. Теплых, радушных встреч. Когда уже все запоют по-другому. Так, видишь, теперь уже Power Rangers хотят забирать Тауэр. Первый в этой игре для них. Залетает здесь Бэтрайдер, пользуется инвизом. Пытается найти для себя жертву и находит. Здесь Курокета стоит. Можно его цеплять. Прямо сейчас нужно это сделать. Да, отводит он его назад. Сразу же подмораживает Курокета. И он падает очень быстро. Но теперь можно и Тауэр забить. Нами, правда, отвечают. Они сразу же начинают пушить топ. Здесь Дэнди. Здесь Фаник. Здесь миллион пеньков. Ну, далеко не миллион, кстати говоря. Но при этом их много. Их много. Их достаточно, скажем так. Их достаточно того, чтобы сейчас нести Тауэр и быть этому раду. Ты знаешь, они чуть не обогнали только что всю команду Power Rangers в уничтожении Тауэра. Ну, Power Rangers, смотри, что нас вытворяют. Да-да, в смоке идут на перехват Дэнди. Причем подобрали еще руну дабл-дэмэджа. Пригодится. Ой, как пригодится. Однако Дэнди вместе с Фаником здесь нашли кучу настэканных совиных медведей. И крушат их. И крушат. Я думаю, гирокоптер, когда узнает о пропаже своего фарма, будет недоволен. Жалуются, что стрим лагает сейчас у меня в чате. Ребят, ну лагов нет никаких. Я сейчас сам смотрю на стримы и никаких лагов у меня нет. У меня все идет нормально. Да, у меня вроде как тоже очень лагает. С возлагают понести качество. Ну, на камере дропов у меня нет. Посмотри, эксплитив есть у тебя дроп или нет. Посмотрим. У меня ноль дропов. Меня тоже. Ну, значит, если у кого-то лагает, попробуйте перезапустить страницу, выключите свой download, какой бы это ни был. Может быть, у вас трекер запущен какой-нибудь. Не знаю, что такое, на самом деле. Все должно быть нормализоваться. Ну, и, конечно, можно поприключать качество. Так, Power Rangers еще раз юзать смог. Выходит в сторону Дэнди. Втроем нападать не решается. Ждут, когда подойдет еще третий. Файерфлай есть. Хватили Дэнди. Перетащили на топ. Не туда немножко прыгнул в Sunlight. Поставил Коги и зря. Дэнди выпрыгивает. Сразу же выбегает в сторону. Лечится. Тут же еще и находится Паппи. Все в порядке. Ситуация разрядилась. В целом, Дэнди даже можно назвать его мобильным сларком, потому что скорость его перемещения, в целом, то, что он производит, учитывая, что есть Хаус Кнайт и Фурион, туда можно добавлять смелый Дэнди, потому что он, ну, скажем так, чтобы не ждать не станет. Да, скорость передвижения у него очень большая. Смотрим общую стоимость. Пока что у нас топ оформила это гирокоптер. Обгоняет он Фаника на 700 копеек. Фаника обгоняет на 300 хвоста. То есть, по деньгам вроде как, ну, Пауэррэнджер не все так плохо. Да, график нам показывает 3000 преимущества в Na'Vi, но вроде как это не кардинально преимущество, по крайней мере, на данный момент. У нас 14 минуты игры, 14 фрагов оформлено, пора подраться. Темп сбавляется. Так, господа. Давайте, собрались быстренько 5 на 5 и набили друг другу морду. Постоянно перемещается по карте Пауэрэнджерс. Нави как-то более... уверенно стоят на линиях, мне так кажется, да? Дэнди снова в центре. Куроки вместе с Фанником пинают эншентов. Так, 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 что тут задумали Пауэрэнджерс? Попытка что-то с Рошаном сделать? Да, наверное. Сделали не Девард. Переходят к Рошану. Да, все пятером начинают его постреливать. Я думаю, Нави должны, должны понимать, что Рошана бьют. Должны его защищать. Фанник прилетает на топ, пушит Тир-2 Тавер. В центре прилетает ракетка. Однако Нави пока что никак не реагирует на уничтожение Рошана. Ну, разве что только Фанник. Фанник действует, плюс рисуется стрелочка от хвоста. Идем все на топ, идем убивать линию. Не пускай, пока они ломают Рошана, мы разобьем Тир-2 и подвинемся вплотную к Тир-3. Все, Роша упал. Конечно, Гирокоптер подбирает себе сразу же Эйджис. Здесь, тем временем, уже половина хп. Да больше, больше сбили с Тир-2. Постоянно сюда прилетают ракетки, однако поделать ничего не могут толком. Линия пушится дальше. Хвост остается на месте. Здесь же Денти. Нет, потихоньку отступают. Сейчас могут встретиться. Санлайт здесь. Засветил. Здесь, ну, надо бы ему... Ой, какой... Какой дерзкий хукшот, казалось бы, да? Жаль, что не в цель. Жаль, что никого не зацепило. Однако тут нами, в общем-то, можно сказать, полным составом. Фанник, если что, прилетел бы очень быстро. У него пока что спруты на кулдауне, но это не важно. Там кулдаун небольшой. Фанник прикупил себе уже Шэдоу Блейд. Продолжает фармить, 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 еще раз фармить. Смотрим. Пофармал, он все время его отстает. Но уже только на 400 копеек. Было на 700. Давайте посмотрим еще раз Итамэм, у кого что есть. Хэлм оф Айронвилл прикупил себе хвост. Папе купил себе урну. Дэнди также взял себе барабаны. И, ну, Шэдоу Блейд мы уже озвучивали. Кстати, у Дэнди также гем лежит. Дома. Сейчас он заберет. Что по рейнджерсам. Блинк Даггер. У Бэтрайдера. Герокоптер, он становится все жестче, жестче. Уже покупил себе БКБ. Бостопи, им отправились. Еще как отправились. Ага, засветить надо. Так тут же еще и фаник есть. Вот подходит Дэнди. У Дэнди гема пока все еще нет. Курица его только сейчас несет. И, значит... Скорее всего будет рифт. И вовремя ставится сейчас рифт. Фаник начинает вразделать. Туда также приходит Дэнди. Надо бы зацепить. И цепляет, разумеется, чеширского кота. Ну, никуда мы... Ты посмотри, что случилось с Хвостом и Папе. Они вернулись на свою линию. Они вернулись в центр и их тут же убивает вчетвером. Стоило ли того? Стоило ли того сейчас их не агрессия? Наверное, все-таки ошибся здесь именно Папе. Что он Хвоста вместе с собой отправил. На смерть, на убой. И размин получается в очередной раз невыгодный. 3D Протектор умирает за Хаус Снайта. Фаник притащился на топ. Здесь же в уроке. Дэнди пушит бот. И Пауэр Рэншерс, конечно же, должны отступить. Должны отбиться от крипов. Графики все равно показывают о том, что Навия впереди. Но счет для них пока что отрицательный. 7 против 10. В принципе, засвет уже никакой и не нужен. Сейчас будут наказывать. А именно будет наказывать Дэнди. И видишь, уже сразу производится. Дивард сейчас, все варды, всем конец. И пока конкретные цели, в принципе, Пауэрэнджер, что? Драться. Драться так, как они сейчас это могут делать. И тогда, если они это продолжат все... Так они и пытаются. Ты видишь, они собрались все на топе. Ну, пока что защищает Тауэр только Фаник, но Тауэр придется отдать. Хочешь, не хочешь. Очень дерзко налетают сейчас на Фаник и запускают ракету. А Тауэр, по-моему, ну, крипами решили заняться. А Тауэр сейчас займется ими. Да, не, не. Тауэр собьют сейчас, конечно. Тем временем отвечают на обещания. Прошли в МИД. Не собираются, прожимаются в Фортификейшнс. И дальше идут. Возвращаются назад. Да, Кроки летит. Кроки... Ай-яй-яй, пытается Фанико зацепить все-таки. Неизвестный. Фаник вовремя отошел. Так посмотри, как Тауэр ответил, да? У Батрайдера половина хитпоинтов исчезает. Я бы хотел как-то назвать Батрайдера по имени, но, к сожалению... Да-да-да. Причем Патри говорит, продолжаем пушить центр. Продолжает идти дальше. Отдают свой Тир-2. Ну, тут Кроки пришел его, значит, дефить вроде как. Украл Ливинг Армор и все. И... Пэр отступает. Кроки зацепил сразу же деревяшку. Откинул назад. Нет, недолго. Нави, Нави, заберут Тир-2. Нет. Нави тоже отступает. Кукшот мимо. Тир-2 выходит, а Нави отходит. Да. При этом, что тут Тир-2 остается цел и... Тир-2 остался в живых, и у тех и у других, причем... Причем знаешь, в чем прикол? Да, он начинает лечиться Куроки. Да, Куроки Ливинг Армор. А у Тренд протектор забыл об этом. Тренд протектор пока что лечит самого себя. Так, Аэджис у нас должен будет пропасть уже с минуты на минуту. Ну, сколько там, секунд, секунд 60. Даже меньше, наверное, осталось. На бот при этом выходит, тут также Тир-1 Тауэр имеется. Мне кажется, не зря сюда таким составом пришли. Вчетвером надо ломать вышку. Не надо ее в живых оставлять. При этом, что даже в пятером, и туда уже код подходит тоже. Онлайн принимается за Тауэр. Код сюда же подходит. Отсюда уходит Санлайт, приходит на мид, потому что тут у нас поджимает команда Нави. Тир-2 Тауэр, скорее всего, снесут сейчас. При этом меняются на Тир-2 на миде, на Тир-1 на боте. Соответственно, сюда быстренько приходит. Мудлайт обрабатывает хвост вместе с Пупеем. Да, Санлайт умрет очень быстро. А также цеплянули еще, по-моему, дерево тут. Ой-ой-ой, как хорошо макропировались же. Ой-ой-ой, блядь бы надо. Ай, бочка, все равно уйдет. Жаль. Такая ситуация, конечно, неоднозначная. Сразу же сворованные корни юзает еще и Куроки. Нашел себе здесь еще один гем. Пригодится. Счетом становится 10-10. Только что Нави оформили минус 3, причем никого не потеряли. Наконец-то, наконец-то они сделали тимфайт выгодным для себя. Давайте еще раз посмотрим графики. Хвост уже с армлетом бегает. По деньгам Нави очень сильно впереди. По XP 5000 преимущество. По деньгам сколько я тут? 7000. Не кисло. Причем они забрали уже все вышки Тир-1, Тир-2. Остается только Тир-3. Можно уже будет подыматься и ломать Бараки. При желании, конечно же. Ну, можно будет дождаться Рошана, забрать Аегис. Тогда уже можно будет идти ломать. Ну, что приятно, у гирокоптера-то уже нет Аегис. Кстати говоря, посмотри, он прикупил себе Демон Эйджи и Морбит Маск. Не кисло, но формил, конечно, сейчас гирокоптер. Однако, Фаник его уже обгоняет. Так, вот еще Фаник. Вот, 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 цепляет батарайдер, вылетает в стан и соло просто обрабатывает его. Вместе с помощью Фаник, конечно. Монлайт, к сожалению, успевает заброшить ракетку по хвосту. Еще один рифт, еще один килл. Вот так вот. Да, чеширский кот подходит, кот. Вот, постой, колдаун замечательно. Успевает расстроиться хвост. И Санлайт дальше. Надо врываться хвоста. У Фаника хотя бы хвоста-то уже нет. Ну, замечательные спруты ставит Фаник. Дождет пока здесь. Напрыгивает Дэнди. Старается Монлайта наказать. И вовремя подходит к уроке. Также и Санлайт будет наказан. Минус пять. Причем подождите, хвоста разве убили? А хвост нет, по-моему, он ушел. По-моему, он тоже ушел. Да, вот он. То есть, получается, только что на оформлене минус три. Сразу же делать еще и минус пять. Никого, опять-таки, не теряют. Заходит на топ. Значит, принимается уже за Тир-3. И сейчас пока что особо не было. Есть пеньки, есть хвост, который под тизером Пупе. Просто будет сейчас под оверрейджем. Выдавайте просто бешеную скорость атаки. Старается задувать Джакира, но что тут сделаешь? Уже Тавр ничто не спасет. Да, Тавр уже упал. Залетает неплохая бочка. А хвост, конечно, старается идти дальше до последнего. Сломается Димбаррак, но вырывается Батрайдер. Цепляет хвоста. Здесь также вовремя айс пасс. Санлайт здесь. Бочка. Ну и Габири хвоста в этот раз. Да, Макро Пиро, конечно, очень хорошо сожгла сейчас хвоста. Отступает сразу же Навия. Фанни просто-напросто улетает в центр. Я буду фармить. Продолжать фармить. Не зря он не является топом фармилы. Дэнди остается один на линии. Судя по всему, еще подраться хочет. Отлетает этот кок немножко и нужно отходить, наверное. Хотя, как быстро восстанавливаются у них хитпоинты? Бараки устояли все-таки. Денис, у меня реально серьезная проблема какая-то с лагами. Не пойму, что сейчас то ли интернет меня подводит, то ли компьютер. Сейчас уже появляются дропы потихонечку. Это беда. У меня дропов нет, у меня дропов нет, у меня все хорошо. Если что, можете включить мою трансляцию, если кому-то так не моготу. Мне пока придется, наверное... Ну, конечно, запись будет. Да, запись будет, но это нехорошо. Надо сейчас в перерыве попробовать решить эту проблему. Да, у нас в любом случае будет еще вторая игра. Я думаю, пока она не сейчас будет. Ой, ой, хук, шо, дэнди здесь оказывается, стоит в когах, а эспас. Ну и что, ракетбаррадж монлайт, дэнди старается, и макрофира абсолютно все туда влетает. Да, дэнди погибает, при этом из него падает гем, но... Ты видишь, это, по-моему, уже второй или третий раз. Дэнди за последние несколько минут пытается подражаться один против четверых. Не очень хорошая идея. Но, судя по всему, он знает, что у них серьезное преимущество, и так и есть. Нави выигрывает более 10 тысяч по деньгам и по опыту. Так что, одна такая смерть ничего не решает. Ну, видимо, ему уже хочется немножко повеселиться. Кроки украл ракетки. Начинает ракетки пострелять по всей карте. Так, Пауэррэнджерс в чужом лесу, под смоком, ищут жертву. Пока что никого найти не могут, да тем более, как мы видим, команда Нави находится ближе к топу. Да, 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 флакан им в этом хорошо помогает. Дэмаж у него, кстати, не слабый. Он уже делает 200 дамаги за выстрел. Ну, учитывая, что демонетч есть, все есть, чтобы это делать. Да, он сделал себе холм-доминатор. Но надо еще, надо наращивать дэмэдж, и, возможно, это будет рапира, как думаешь? Рапира-то да. Да, вчера на рапира насмотрелись, я смотрю, на квалификации целых две было, да? Да, по-моему, больше. По-моему, две, насколько помню, по скриншотам, по последней. Ну, в общем, неважно, может быть, тут она будет, но в первой игре как-то сразу браться за рапира, учитывая, видимо, настолько оценивать свои силы, что готовы и в первой игре как бы пойти ва-банк, можно так же так сказать. Так, а придется, придется, мы же видим преимущество по графикам, я думаю, игроки тоже прекрасно понимают, что, несмотря на такой счет, что счет у нас 15-12, у нави денег гораздо больше, и надо с этим что-то делать. Так, трензи сейчас может пострять. Тут есть еще один гем, если его заметят кроки, то лучше накажут. Фанни прячется в лесах, уже не прячется, уже быстренько переходят. Так, и кроки видят, 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 видят деревяшечку. Катай, хвост уже бежит на тизере, и Дэнди здесь, самое главное, у него-то и гем находится, насколько, а, был у него уже гем, передали, ну и что, все, до свидания, врывается, старается хвост отступить, мунлайт, ротик бередж, айспад почти рядом, попал по хвосту, макро пиро, все сделал классно, и хвоста надо добивать, добили хвоста, санлайт уже здесь, можно к уроке будет цеплять, но, но, нет, это не зацеп. А, подборозили, подборозили, замечательно, это пас просто, и, ну, как сказать, это круто, еще и гем. Еще один гем, так это уже второй гем, они выбивают, я напомню, что, когда они убили, Дэнди выпал один гем. Нормально, команда Нави только что лишилась двух гемов практически, с разницей в три минуты где-то. Пярога, пауэрэнжезер, огрызается. Хотя, вот, вот, топ, топ, голый, тут постоянно будет телепортироваться сюда Фанни, постоянно будет вызывать свои пиёчки, думаю, в конце концов он заберет этот милишный барак. Пауэрэнжез принимается во второй раз за Рошана. Пока что здесь только один бэтрайдер, маловато, нужны еще остальные игроки. 16-15, казалось бы, счет. Мне на самом деле эта игра нравится. Если мы обратим внимание на графики, мы увидим, как сейчас это все у нас быстренько еще потихонечку отфармливается уже в сторону Пауэрэнжерс. Ну и еще долго придется. Да, долго, конечно, но никто не спорит, что игра еще будет длиться определенное время. Быстренько, так, отцепляет хвоста, Макропира уже там, твайт, колдаун, абсолютно все, хвост тебя не жалеет в этом партии, так что лучше бы в данном случае с этим смириться. Да, колдаун у нас восстанавливается быстро, Макропира восстанавливается быстро, почему бы нет? Ой-ой-ой, а Фанник, Фанник, снова приговорили тут деревяшка на топе, переместились наверх, здесь также прилетает еще и Папи Мессис Кроки. Уже не Дорошана. Да, да, надо защищать свою линию. Но барак-то что спасет? Кто будет спасать барак? Ай, спас. Ой, все, конечно, крутой, классный, но не в этот раз. Но не точно. И теперь Нави перемещается, Крашана, я так понимаю. Нет, пока что не решается его начинать бить. Через 10 секунд у нас появляется хвост. Ну, пока что Навище что-то не пошло, да? Вроде как они на работе все сильнейшее преимущество, но бараки до сих пор добить не могут. Так, ждем, когда появится, что они бы страшно. В данном случае все правильно так же делают по Рейнджерс. Да, вроде как. Заберем 1,2,2, много не будем. Не будем драться всей командой. Будем потихонечку все вот так вот делать. И возможно, сейчас будет еще один зацеп. Они все-таки дерутся всей командой, но... И Sunlight выходит вперед у нас. Но там уже ловить-то некого. Я бы хотел сказать, что все-таки они стараются драться все, но прикуда в том, что они стараются драться против одного или двух игроков Нави. И Нави... Это очень часто подставляется. Фаник. Мужеские расы. Фаник у нас очень богатый парень. У него еще 4000 денег остается. Кем он просто так, я смотрю, разбрасывается. Оставляет их где попало. 30-ая минута игры. Фаник начинает стекать аншентов. И Нави все-таки преимущество. Понимаешь, график не хочет опускаться. Он чуть-чуть кивает вниз и его тут же поднимают. Дэнди подхастой. Фаник, может все оказаться слишком плохо. Собираются уходить, уходят в Shadow Blade. А гем есть, в принципе. Если успеют его так схватить, он уже никуда не денется. Однако отпустили. Однако отпустили, но Фаник-то отпустит. Он уже на бот приходит и продолжает пушить именно там. Да. В принципе, ему не так уж долго осталось копить денежки, чтобы прикупить себе Хекс. Он будет гораздо полезнее в этой игре. Кажется, куда ж еще полезнее. Ну да, полезнее сейчас не оставлять в сторону. Конечно, я понимаю. Стараются сейчас отхилил, насколько я понимаю, ее сейчас в код, но ее оставлять не имеет никакого смысла, учитывая, что есть паник. Поэтому им как бы в этом плане уж свобода действий им не такая уж и свобода, казалось бы. Надо уже иметь, скажем, по телепорту. Так оно и есть, в принципе, я это вижу. Что должно сейчас... Именно от этого сейчас на этом должны сыграть Нави, мне кажется. Так, секундочку, смотри. Тут только что Дэнди умудрился развести Бэтрайдера на лассо. Сразу после этого Нави принимается за Рошана. Поскольку нет лассо, можно будет что-нибудь лучше сделать. Там уже ракетка была. Видишь, что пеньки там у нас стояли. Так же, тут Кура летит к хвосту. Хвост у нас что? Хвост готов ворваться. Да, еще на лизе Сларка побежала вперед, пытается еще раз сагрить пауэрэнджерс, но не получилось. На топе чуть не зацепили... Врен, на боте чуть не зацепили дерево. Фаник примещается на топ. Пауэрэнджерс, вы нужны бегать то вниз, то вверх. Просто-напросто для того, чтобы не потерять Браки. Какой уж тут Рошан, о нем приходится забыть. Хвост. Есть Яша, есть Укрепа. Потому что фаник пришел на топ, пеньки уже там. Да, да, да. На АДТФ даже от одних пеньков, казалось бы, которые просто безобидные создания, придется потратить свиток, чтобы прийти на топ. Какие же они безобидные? Ты посмотри, какие у них корни торчат. Ну нет, они безобидные. Посмотри на их лица, они явно страшны. Да ладно. Такие каждый день, они же на улице. Дэнди. Прикупился я, Диамон Эйдж. Да. Да. Вот буквально только что. У герокоптера есть 4 тысячи денег, он не тратит их пока что, судя по всему, оставляет на Бэйблэк, эээ, Бэйбэк. В Хос пока что без БКБ. Ну, это такое. Хос, он, к сожалению, не очень хорошо формит, он на четвертом месте. Хотя, разница между ним и Дэнди не так уж и ша. Возможно, будет цеплять один, там Батрайдер имеется. Не, пока что не видел. Но пока ждает, там, конечно, он далеко не один теперь. На Sunlight все там уже. Только герои не хватает, разве что, но он недалеко. Куроки стоит рядом с Дэнди. Опасно, опасно тут находиться. Фаник, ты знаешь, он просто перемещается постоянно. Топ-бот, топ-бот, топ-бот. Постоянно отпушивают линии. Накопил себе 6 тысяч денег уже. Но ведь это сейчас и должно сыграть. Да уже Хекс можно было купить, мне кажется. Сколько он там стоит? Мало того, что он фармит. Мало того, что он еще и делает вот что. Сразу видишь, что он провоцирует команду на себя сходить. Отфармить линию. Тем временем он пойдет на топ. А там уже Кот стоит, также готов тоже принять, возможно, его постараться. Или просто его отогнать. Не знаю. Думаю, что вряд ли он его вообще скоро фаник отогнать будет невозможно. Он сам всех отправит в могилу, когда сейчас нафармит еще больше. Так, мне вот интересно, почему он до сих пор Хекс не прикупил? Деньги-то есть. Поймать его не могут. Почему бы нет? Судя по всему, очень хотят в Power Range забрать этого Рошана. Хочется и колется. Постоянное перемещение фаника не позволяет это сделать. Итак, обе команды собираются все ближе и ближе возле Рошана. Заходит там Бэтрайдер, видит его. Мо, Дэнди, Дэнди. Дэнди видит, будет запрыгивать или нет? Ну, пока что не решается. Там рядом что-то. Должна запрыгнуть и останавливать часть команды, в том числе и хвост вместе с Виспом, но не он, не Куроки, сейчас они отходят пока что назад. И этом Рошан у нас уже, как говорится, не скучает. Да. Я включил тут статистику бэйбэка. Начинает раскручиваться. Мун Лайт. Парочку хукшот. Ой, хвостцы подули. Бэтрайдер в постах, хвост у нас, мак Рапира, абсолютно все, что там надо. И Бэтрайдер стоит пока встанет, также у нас коллдаун, замечательно, фаник, айс пас, на кончике стоит еще, добился ткебочки его еще. Бэтрайдер, господи, ну. Все сделали правильно. Так вот, Рапира, Рапира есть просто-напросто у Муна. Вот это и сказалось, оформляют они, минус 4 делают Нави, забирают еще и Рошана. И ты знаешь, это страшно. Это просто Мун Лайт Рапира. Да-да-да. Они сейчас просто-напросто вместо Рошана могут пойти по линиям, и в принципе, как Нави будет их останавливать? Никак. Фаник разве что пытается что-то сделать, он перемещается на топ, продолжает пушить линию. Взгляд, против него стоит Клоквер пока что. Но вот цель номер один. Нужно убивать обязательно в порядке Геро. А, конечно, весь сейв от команды Power Rangers направлен на его сохранение жизни. Геро насобирал себе 4000. Только купил Рапиру, еще 4000 сверху появляется. Давайте посмотрим графики. По золоту все равно Нави впереди на 10 тысяч. Блин, только что на 12. По экспириенсу впереди на 6000. Почему-то не нападают от Power Rangers, отпушили они топ. Несмотря ни на что, Герокоптер-то у нас 17 тысяч, а Фаник на 1000 его перегоняет. Да. То есть у Фаника тоже могла бы появиться сейчас Рапира, если бы он захотел. Так, вот наконец-то он покупает себе Хекс. На все деньги. Пришлось ему использовать байбэк. Представляешь, насколько много денег он накопил? Он смог купить себе жизнь, выкупиться. И купить еще и Хекс. Долго, Кэтпил, ничего не скажешь. А какой поворот, да? Да-да-да. Какой вот это поворот? Да, вот это поворот. Кто мог сказать до начала игры о том, что Нави будут проигрывать первую партию. А ведь они проиграют, судя по всему. По крайней мере, файт на Рошане нам как бы намекает. Но теперь они знают, кого фокусить. Они знают Дерапира. Тогда да, было достаточно внезапно ее увидеть. Фаник также может оказаться сейчас в проблеме. Большая проблема номер один вместе с Хогами. Плюс еще Лассо. Врывается хвост, приходит туда замечательно. Рип ставится ульта. От кота. Ну и Фаник собирается уходить оттуда. Надо бы уйти. Вовремя прожатый стик. Может быть спасает вообще жизнь. Также у нас Дэнди нарубает пока из макропиры. Буквально выходит. Чуть было на тычке. Фейтболт от уроки. Отходит сразу же с дагера. Мы поймали все-таки у нас еще и... Ох, господи. Поймали. Поймали Фаника. И минус 3 оформляет Power Rangers. А ты знаешь, Фаник-то не может выкупиться. У него байбек заблокировано еще 2,5 минуты. Точно так же. Не хватает денег у хвоста. Можно и нужно идти нести линию. Они отправляются по топу. Будут сейчас забирать Тир 2. И одновременно Na'Vi, конечно же, сразу же точно так же иду вперед по центру. И он вверх! Сунлайт пока что один на дефе. Ну, в принципе, да. Дэнди, он может тут погонять, например, веря своим когом. Ай-й-й-й-й, уроки откидывает назад Сунлайт. А Дэнди будет его цеплять? Прыгнуть надо. Да, он отрыгнул просто-напросто отсюда. Тир 2 Тауэр на топе. И теперь потихонечку, полигонечку прорубают дорогу на хайграунд команда Power Rangers. Хотя, подожди, они просто-напросто забрали Тир 2 и уходят. Да? Да. Они идут, я не понимаю, что они сейчас собираются делать. У них сейчас непонятно идти, вряд ли сейчас. Не хотят сражаться, они решали... Подожди, Чурки, ну... Всего лишь 38 минуты. Давайте поформим еще. В конце концов, как-то маловато итема пока что в Монлайта, да? Давайте... Да, и 38 минуты игры давайте еще потянем. Почему бы нет? Мы хотим увидеть реально хорошую добротную партию. А то это нечестно нападать на противника, когда у тебя Айджис есть. Надо подождать там сколько нужно... Всего-навсего раз, два, три минуты, чтобы он пропал. Прикупили Ривер. Скоро будет Сатаник. Кунави все возродились. Хотя какой шанс был сейчас для Пауэрэнджера снести просто-напросто топ? Почему они этого не сделали? Неясно. А рисковать на самом деле... А что там рисковать? Минус три было у Нави. Фаника нет, хвоста нет. При этом прекрасно видели, где находится Дэнди вместе с Куроки. Они были в топе, били крипов. Пауэрэнджеры знали все. Кого бояться? Что там было рисковано? Испугались сами себе. Не знаю, боятся зарапируют сейчас, хотя... При этом, что сейчас их пятером сейчас наяви. Они смело заходят на МИ. Стараются разрушить Тир-3 Тауэр. Дэнди уже там, готов напрыгнуть. Среди утра. Подошел такой... Я здесь. Однако... Башенка упала. Принимается за бараки. Как мы видим, хвост вместе с папой находится на топе. Убирает один барак. Убирает второй. Ну, онлайн-то, знаешь, очень быстро может сейчас перемещаться. В конце концов, бутсово-тревел он себе купил еще несколько минут назад. Забили они центр нави. Перетаскивается на топ, убивает бараки. Причем флаг каннон сразу же расстреливает всех крипов, которые тут были. Пауэр уничтожен. Бараки проседают тоже очень быстро. Надо драться. Батрайдер цепляет, постарается хвоста там же Дэнди. Коулдаун. Все там плищащего ульта от дерева. Ну, как это назвать? Это просто замечательно. Выглядит весьма. Крапиры цепляет хвоста, БКБ. Старается, ну, типа, упеет. Кое-то тут и делать там уже нечего абсолютно. Дэнди байбэк сделал. Дэнди сделал байбэк, однако все равно драться очень сложно. Видит фаника. Надо защищать к топ. Топ падает. Минус две линии длина. И в очередь у нас нет хвоста. Без хвоста, особо не подерешься. Дэнди цепляет Санлайта. Не самая нужная цель. Отличный аспас еще от Куроки. Не зря он его стырил. Ауранжер ступает. Причем, смотрите, Мунлайт ушел. Его тут сейчас нет. Нави пытается сагрить. Начинается бой. Замечательно. Ой, как кота наказали. Старается уходить Джакира, но... Не тут-то было. И Нави оформляет минус 4, потеряв только Дэнди. Хотя Дэнди все-таки терять не хотелось бы. Теряв две стороны. Да-да-да. Еще один гем они выбивают. Но ты знаешь, все-таки, если есть возможность в форме минус 4, то почему бы нет? Огрызается. Теперь уже Нави счет у нас 21-26. Не в их пользу. Смотрим еще раз на графики. График. Ты представляешь, у Нави было преимущество по деньгам 12 тысяч. Теперь ноль. Команды на 40-й минуте вышли в ноль. Но по экспе у нас впереди Пауэр Рейнджерс. Фаник прилетает над ботом. Прям под Тир-3 к своим соперникам. Здесь рядышком находится... Ой-ой-ой, здесь же и хвост! Посмотри, и хвост напрыгивает вместо... Папе подстанет, вроде, на 4 секунды. Мунлайта, но... Почему-то потом переключились на Бэтрайдера. Получает корни, получает кулдаун. Минус один, минус второй. Что это было? 4 секунды, вроде, как прошел стан по гирокоптеру. Вроде как еще и хекс там был. Или Фаник, по крайней мере, подтянулся. Да, хекс был. В итоге ничего не вышло. Никого они там убить не смогли. Очередная смерть для хвоста. Сколько раз он уже погиб? 11 раз хвост умирает в этой игре. Он у нас топовый фидер. Такого нет ни в одной, ни в другой команде больше. Как думаешь, может быть, как раз и это есть проблема? Что слишком часто хвост умирал. Ну, как сказать? Он от Фаника отстает на 10 тысяч по деньгам. Я, конечно, понимаю. Кстати говоря, Дэнди тоже. Вряд ли можно хвоста в данном случае назвать Керри. Когда он не фармил вообще. Поэтому и разница налицо. Да. Итак, Power Rangers идут сносить последнюю линию. Тут рисуется план Капкан. Давайте зайдем в спину, давайте их убьем. Однако не думаю, что это может получиться. Там уже есть Сатаник. Там прикуплен еще талисман. Уклонение. Есть 6 тысяч. Команды Наби. Ум онлайнер, да-да-да. Здесь Дэнди также. Ставится Айс Пэс. Уроки. Ну, просто улетает оттуда, потому что там уж слишком большой дэмэдж. Так же, как и Дэнди. Старается хвост туда под БКБ ворваться. Форстапом толкается Джакера. Старается дывать Макропира. Фаник против Мунлайнда. Мунлайнд на 4 секунды на месте. Старается рвать под БКБ Муну Мунлайнда. Накинулся. Ну что, Мунлайнд? Макропирой. Не убьешь ты его. И пишет команда GG. Так ты знаешь, был стан. Был стан по Герокоптеру. Он стоял 4 секунды, но бил его один только Фаник. Всем остальным-то было пофиг. Теряет Na'Vi последние браки. Пишут God Game и выходят. Но это была первая игра. Нас ждет еще как минимум одна, а возможно две, если Na'Vi все-таки потащат. Ждем, когда пойдет Реон. Какая-то пауза по типу той, что мы ждали в начале. Да, думаю, что будет. И я надеюсь, что ты успеешь решить свои проблемы. Так, я еще раз попрошу в чате вести себя культурно. Будьте любезны. Не забывайте, что админы у нас есть, модерируют каналы, поэтому не стоит провоцировать их. Пишут, Лукашенко проплатил. Возможно. Вот это была неплохая шутка, более-менее. Ну что, Денис, как думаешь, будет пауза? Да, думаю, да. Потому что я лобби еще не вижу так, мне быстренько надо. Тогда заглядывай в скайп, я позвоню сейчас уже. Да, хорошо, перезапускаю свой стрим. Падаю на строн. И... Ждем вторую игру. Так, еще раз прошу. Пожалуйста, будьте культурен. Закончилась у нас первая игра. Не повезло тут хвосту, ничего не скажешь. 12 смертей. Все у нас в 2 килл, салон сделала 8 ассистов. Маловато. Маловато будет. И гирокоптеров. Смотрите, как классно он оформил. 700 копеек в минуту. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok